Урбанизация как отрицательная тенденция в развитии общества Согласно докладу ООН «Перспективы мировой урбанизации», сегодня 55% населения мира проживает в городах, а к 2050 году этот показатель возрастет до 68%. Анализ роста демографических тенденций позволяет сделать вывод, что к 2050 году количество городских жителей увеличится еще на 2,5 млрд. Исторический процесс урбанизации основывается на экономических и социальных факторах. Люди стремятся уехать из деревни в город в погоне за лучшим образованием и социальными услугами, а также более выгодным трудоустройством. В то же время урбанизация как явление сопровождается рядом проблем, например, ростом преступности, загрязнением окружающей среды или заторами на дорогах. В связи с этим городские власти все чаще обращаются к системам «умный город» или ищут другие решения в сложившейся ситуации. Перед тем, как предложить собственный вариант, давайте рассмотрим плюсы и минусы урбанизации. Плюсы урбанизации В основе урбанизации лежит экономия средств и ресурсов за счет масштаба и повышения производительности труда. Сосредоточение населения в городе позволяет снизить затраты на инженерное обеспечение, инфраструктуру и коммуникации, а также организацию деятельности с привлечением большого количества специалистов. По мнению экспертов международной консалтинговой компании McKinsey, урбанизация станет одной из крупнейших движущих сил глобального экономического роста в текущем столетии. Подобная позиция выражена и в докладе ООН, где особо отмечена значимость увеличения количества городов для снижения уровня бедности. Минусы урбанизации Все больше усиливается разрыв между экономически развитыми и деградирующими городами. Высокие темпы роста населения в мегаполисах вызывают общественную напряженность. Количество мигрантов постоянно меняется и уже не поддается достоверному учету. Обеспечить их всех жильем и рабочими местами не видится пока возможным. Вопросы перенаселения и обеспечения городов должной инфраструктурой решаются слишком медленно. В связи с этим увеличивается количество отрицательных факторов, влияющих на создание условий санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сохранения его здоровья. За последние 10 лет в мегаполисах значительно увеличилась плотность застройки, снизились площадки рекреационных зон, сократились санитарно-защитные зоны объектов, источников загрязнения атмосферы. Все это наряду с растущим геометрической прогрессией количеством автомобилей обусловило создание новой искусственной среды обитания, где официальные стандарты благополучного и безопасного проживания населения не работают. Кроме того, усиление внутригородской миграции и плохая экология увеличили опасность распространения эпидемий и стало одной из причин развития психосоматических заболеваний. Помимо жилищных проблем, урбанизация повлекла за собой загрязнение воздуха пылью, оксидами азота, формальдегидом, бенспиреном. А для городских жителей она послужила причиной повышенного уровня шума, фибраций, инфразвуков и высокочастотных электромагнитных полей, многочисленных источников, в том числе мобильной связи, вай-фай, а также электротранспорта, метро, трамвая, электрифицированных железных дорог и электромобилей. Существующие меры по защите здоровья перестали обеспечивать городскому населению должный уровень безопасности, а последствия негативного воздействия превратились в необратимые. Например, именно с шумовым воздействием связывают участившиеся случаи сердечно-сосудистых заболеваний и неврозов, что по вреду для здоровья городского жителя достигает уровня негативного воздействия от выхлопных газов автомобильного транспорта. А от шума на городских улицах в домах не спасают даже стеклопакеты. Помимо прочего, рост количества городских жителей повлек за собой увеличение объема бытовых отходов и, как следствие, ускоренное загрязнение окружающей среды. Считается, что урбанизация вроде как должна способствовать обеспечению людей работой, качественными товарами и услугами. Однако практика показывает, что для мигрантов нет никаких гарантий на эти блага после переезда. А растущий спрос на жилье и вовсе влечет за собой скачок цен на недвижимость. Многим она становится не по карману. Именно поэтому в мегаполисах формируются трущобы. Возникает вопрос, что делать? Ведь очевидно, что рост населения городов не остановить. Выход из сложившейся ситуации Теоретически можно рассчитать приблизительную норму городского населения, которую получится обеспечивать должным объемом и качеством инфраструктуры и при которой риск здоровья людей от воздействия городской среды останется приемлемым. Или можно начать проектировать и строить линейные города SkyCity. Это поселения кластерного типа, гармонично вписанные в окружающую природную среду, где поверхность земли предназначена для пешеходов и зеленых растений, а транспортные, энергетические и информационные коммуникации размещены над землей. При воздействии линейных городов не понадобится вырубать леса, проводить автомобильные и железные дороги и другим образом нарушать биогеоценоз в зоне застройки. Горизонтальные лифты SkyWay соединят высотные здания, поселения, а также жилые, торговые, развлекательные, производственные и многофункциональные кластеры. Сверхскоростные транспортные магистрали SkyWay перенесут в любую точку земного шара. Линейные города SkyCity могут быть сооружены в горах, на пустынных и заводненных территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе. Основной принцип строительства каждого инфраструктурного кластера – пешеходный квартал, в котором между многофункциональными высотными зданиями, соединенными горизонтальными лифтами, размещается малоэтажная комфортабельная застройка с повсеместным озеленением городских территорий и использованием возобновляемых источников энергии. При этом достигается существенная экономия за счет сокращения расходов на строительство асфальтированных дорог, сокращения расходов на содержание асфальтированных дорог, особенно в зимнее время, сокращения на порядок вредных выбросов в городскую атмосферу и в городскую почву, снижение на три порядка аварийности и смертности, в том числе детской на городских дорогах, сокращение на два порядка отвода дорогой городской земли на транспортно-коммуникационную инфраструктуру второго уровня, сокращение энергопотребления транспорта, сокращение муниципальных транспортных расходов, сокращение расходов на орошение зеленых территорий при использовании технологии воссоздания живых плодородных почв, сокращение расходов на озеленение городских кварталов. Застройка линейного города Скай-Сити позволит достичь еще множества других положительных эффектов, значительно увеличится продолжительность и улучшится качество жизни благодаря экологичной и комфортной природной среде в условиях мегаполиса, повсеместному озеленению городских кварталов, снижению затрат на орошение восстановленных участков до 10 раз, получению экологически чистых продуктов питания даже в условиях мегаполиса, созданию комфортного микроклимата в городе, размещению зеленых садов на крышах и этажах высотных коммерческих и жилых зданий. Это также позволит обеспечить защиту жилых помещений от перегрева. Растения на крыше испарят влагу и охлаждают почву, и создать комфортный микроклимат в жилых помещениях. Можно будет снизить затраты на охлаждение жилищ, с учетом того, что слой почвы и растительные покровы на крыше являются естественными теплоизоляторами. За счет повсеместной установки солнечных батарей в фасадах высотных зданий до половины площади фасадов будут созданы широкие возможности использования возобновляемой энергии на территории линейных городов SkyCity. Инновационный подход к созданию инфраструктуры линейного города SkyCity позволит улучшить и логистику, так как снизится территория охвата возведенных застроек по сравнению с моделями существующих городов с транспортом первого уровня, то есть на поверхности земли. Большое влияние на развитие линейных городов SkyCity может оказать блокчейн-технология, так как внедрение в различные аспекты инновационного архитектурного решения позволит уменьшить административные издержки, сократить вероятность ошибок и мошенничественных схем с документами. Создание и развитие линейного города SkyCity подразумевает под собой сооружение единой системы, в которой постоянно будет происходить передача огромных массивов данных, нуждающихся в защите и хранении. Именно в этом ключе блокчейн выступит как платформа для учетно-расчетной системы линейного города SkyCity, способная обеспечить необходимый уровень информационной защиты. В результате инновационный и имиджевый проект линейного города по технологии SkyCity повысит привлекательность созданного региона для бизнеса и станет импульсом для интенсивного экономического развития и роста. Подобный способ нивелировать проблемы, усиливающиеся в связи с развитием процесса урбанизации, уже был оценен по достоинству ООН. Анатолию Юницкому оказали поддержку в виде двух грантов в 1998 и 2002 году для разработки концепции линейных городов. Соответственно, учитывая устойчивые цели развития, принятые мировым сообществом и официально известные как преобразование нашего мира, повествия дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, главам государств стоит обратить свое внимание на линейный город SkyWay, как на одну из концепций умного города. Особенно имея в виду, что совсем недавно весной 2019 года SkyWay стал экспертом и партнером ООН по программе умных городов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok